Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остаётся в режиме повышенной готовности. Она находится под контролем как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления на территории Республики. На 7 декабря 2020 года выявлено по данным Управления Роспотребнадзора 214 новых случаев коронавирусной инфекции. На столицу нашей Республики приходится 110 случаев. Большинство случаев, больше 10 случаев, приходится на такие районы, как Алданский, Нерюнгринский и Олегминский районы. Идёт небольшое уменьшение заболевших в Горном и Мегино-Кангаласских районах, в Ангинском и Верхоянском по 7 и по 8 случаев соответственно. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Вилюйском районе, в котором на сегодняшний день у нас достаточно большое количество людей находятся на инфекционных койках в стационаре Центральной районной больницы. Вся в целом ситуация, характеризуя ситуацию в том числе и за выходные дни, необходимо обратить внимание, что медики наши продолжают работать в том же усиленном режиме. Достаточно сегодня всех ресурсов, как коечного фонда, так и ресурсов, соответственно, лекарственного обеспечения для того, чтобы у нас на настоящий момент стабилизировать и в медицинском плане ситуацию по коронавирусной инфекции. За сутки лабораториями Республики было проведено 1900 исследований на коронавирус, и мы перешагнули непосредственно за эти выходные за 800 тысяч. И на настоящий момент всего с начала эпидемии обработано в Республике и сделано 805 тысяч на 292 теста. Хотелось бы сегодня обратить внимание на моменты, которые связаны, безусловно, в том числе с социальными стандартами или, возможно, какими-то нашими новыми традициями по встрече Нового года. На настоящий момент главой Республики Саха и Якутия поставлена задача перед всеми органами государственной власти и органами местного самоправления обеспечить безопасную встречу Нового года. Поэтому на настоящий момент наши учреждения культуры в пределах своего репертуарного плана должны осуществлять деятельность, исходя из требований Роспотребнадзора. Часть учреждений культуры уже начинают постепенно работу, начинают принимать зрителей с обязательным требованием, с обязательным использованием рециркуляторов, масок, соответственно, и с использованием всех остальных правил по социальному дистанцированию. Поэтому, планируя свои, прежде всего, в том числе и новогодние мероприятия, планируя любые свои мероприятия, связанные вообще со встречами с кем-то, хотелось бы, чтобы обращали внимание на то, что существуют новые требования, которые в обязательном порядке направлены для того, чтобы сохранять ваше здоровье. А ваше здоровье в ваших руках. Здоровья всем! Здоровья всем!